Темой для нашего следующего сюжета послужил звонок телезрителя. На школьной улице владелец помещения, где расположен продуктовый магазин, в нарушении всех правил соорудил крыльцо перед входом в торговую точку. Мы решили проверить, так ли это, а заодно проехать по некоторым улицам города и посмотреть, везде ли удобно расположены точки общепита и сезонной торговли. Школьная 62. По этому адресу расположен жилой дом, а точнее общежитие. Со стороны заднего уличного фасада здания тот самый магазин. Даже с первого взгляда видно, что крыльцо чересчур уж большое. Мало того, что перекрыт тротуар, так ещё и метра полтора занят от проезжей части. Безусловно, это создаёт неблагополучную дорожную ситуацию. Неудобство, конечно, представлять, потому что ставят машины иногда, тем более ещё неудобство представлять, когда здесь не разгружаются, оставляют здесь грузовики, оставляют, и невозможно пройти вообще никак. Машинам негде проехать. Кто же разрешил строить так? Оказывается, разрешений никто и не спрашивал. Мы эту проблему знаем, неоднократно общались и обращали на это внимание. В будущем действительно это будет устранено. Но мы работаем на эти вопросы, обращаясь в различные станции. Разрешение администрации городского поселения Винной не давало на это. Определённые трудности пешеходам и автовладельцам создаёт и точка общепита на проспекте Ленинского комсомола. В отличие от других подобных заведений, она заняла часть парковки и перегородила путь для пешеходов. Не очень удобно, потому что с коляской идёшь, порой машины, особенно утром они туда-сюда ходят, а оттуда и сюда. И приходится с коляской манипулировать как. А вот по адресу Жуковский проезд 17-я, где расположена кафе-пекарня, нарушений нет. Городская администрация дала добро на обустройство летней веранды. Но веранда превратилась в торговую точку по продаже выпечки япончиков, поскольку посетителей здесь нет. Не выстраиваются очереди и возле уличных прилавков с овощами и фруктами. Сетуют сами продавцы. А там много покупателей у вас в течение дня? Ну, очень много. А чем вы это объясняете? Не знаю, может, маленький район. А как бы немного. Причин этому может быть много. И одна из них – большое количество. Местами скучность таких фруктово-овощных автолавок. Одних горожан устраивает возможность выбора, другие считают, что столько сезонных точек и не надо. Город перегружен этим. Много точек, много. Мы вообще стараемся брать в овощном магазине. Лучше какой-то там красивый поставить лоток с книгами. Мне кажется, пусть так, как есть. Они никому не мешают. Конечно, это вообще-то много, конечно, ни к чему. Лучше было, подешевле было бы немножечко. А то дороговато, конечно. Дороговато. Сейчас в городе 26 точек весенне-летней торговли, что значительно меньше, чем в прошлом году. Но в будущем число автолавок сократится, чтобы не было перенасыщения рынка. Что же касается незаконной торговли, то в городе этой проблемы нет. Но попытки такие бывают. Как только поступает нам сигнал о незаконной торговле, немедленно мы выезжаем и пресекаем эти попытки. Хочется верить, что Видное станет образцовым городом цивилизованной торговли и будет отвечать требованиям самых взыскательных горожан. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.